Зачем вы снова ходите в парламент? Таких патриотов, как я, мало. Пусть найдут таких патриотов. Хоть у меня 60 лет будет в этом году, я себя пацаном чувствую. Вот за 15 лет вашего отсутствия на госслужбе, как часто к вам звонили с Министерства спорта за советом? Куда тебя назначат, там, министром спорта? А как вам вообще в бизнесе? Нравится? Я с деньгами обращаться сильно не умею. Да, Ульято Турлуханову сегодня пришлось извиняться за скандальную выходку своего сына. Вы говорите, что сын получил. Ну, здесь одна нота, что сын Турлуханова. И за это такой переполох. Но если вдруг вы не пройдете, что тогда? Дальше буду жить. Какие у вас были отношения со старым Казахстаном? И когда Мустанович сказал, да Ульято, у тебя какая просьба? Мустанович, уберите меня, что у нас в списке. Вы пятый раз, да, сейчас идете в парламент? Получается, пятый раз, да. Вам сейчас 60 лет? В этом году, да. В ноябре будет 60-18. В ноябре. Вот просто вопрос, зачем вы снова хотите в парламент? Ну, я был очень молодые годы членом, депутатом Верховного Совета. Вот, Казахстана. Потом был еще год, не до работы, поработали. Я был депутатом парламента, когда скандал с Квитковской, такая дама была. У нас случилось, парламент распустили. После этого я два раза еще самовыдвиженцем избирался. Вот, и был руководителем комитета экологии и недропользования. Последняя моя должность была в парламенте. И оттуда, через несколько месяцев, я стал руководителем агентства по туризму и спорту Республики Казахстана. Почему вы тогда ушли? Ну, недоволен был решением, потому что создали с комитета министерства. И потом, в то время, Тимир Хамангардович, тогда еще живой был, он предложил мне замом работать. Ну, амбиции, наверное, молодости его работали. Я нормально работал, почему я должен быть у вас замом? Я заявление написал об уходе. То есть у вас были какие-то напряженные отношения с ним? Да, напряженные отношения были, да. Всегда они оставались, да. Сложно было, да. Конечно, как молодой, может быть, прогребаться должен был. Но, к сожалению, так я не смог сделать. Воспитание такое. С тех пор вы на госслужбе просто не появлялись? Нет. Что вы сделали все это время? Ну, я сразу же переехал в Алма-Ату, начал оглядываться, думать о будущем, как дальше мне жить, чем заниматься. И друзья, которые с молодостью вместе занимались спортом, вместе общались, с которым я постоянно контакт удерживал. Вот они пригласили, и я стал в реализации некоторых проектов акционером, ну, участником. Это были заводы, да, насколько я знаю? Ну, впервые, да, в городе Симпалатиске мы построили завод СимАЗ, Симпалатский автомобильный завод. Вот, в основном совместно с белорусской компанией МТЗ начали выпускать несколько моделей тракторов, там 80, 82 и так далее, колесных. Потом, значит, с южнокорейской компанией ДФБАС пассажирские автобусы 9-метровые, 11-метровые, начали низкопольные выпускать. Также сельском хозяйством начал заниматься, приобрели от хозяйства, от мясного направления разводить казахские белоголовые. На сегодняшний день сколько у вас заводов? Ну, я совместно, крупные, которые реализовали проект, это в 2018 году мы в районном центре Шиэля, Казлардинской области, построили, запустили новый завод, цементный, современный завод, за что Казлардинская область присуждена была нашим президентом, инвестиционным регионом. Сейчас более 500 человек местных трубятся на этом заводе, выпускают качественный цемент. Для внутреннего рынка? Для внутреннего рынка, да. И также тампонажный цемент они выпускают, который для очень высокого качества. А деньги на эти заводы вы где брали? Инвесторы, это китайская компания China Gijuba Cement. Вот она входит в четверку сильнейших компаний в этом Китае. А как вы привлекли инвестора? Переписки были, не только с ними, с немецкими компаниями, южнокорейскими. Ну, они отозвались. Ну, сегодня этот завод помогает в районе малоимущим семьям, во всех праздниках активно участвует. Одним словом, один из сильнейших предприятий стало в области. Вы более 15 лет работали в бизнесе, да? То есть до этого вы работали всю жизнь в спорте. Сейчас вы снова возвращаетесь в политику. Я вернулся в спорт, стал в 2021 году в декабре миссии, стал руководителем Казахстанской Федерации вольной, женской, греко-римской борьбы. Потому что я устал от этого, что в нашей системе непонятного вопроса многого возникло в последнее время. И те люди, которые, не зная спорта, пришли в руководство спортом казахстанским. Ну, это серьезная система, серьезная отрасль. Сегодня я о своих выступлениях говорил, это как басня Корлова «Щука, лебедь, дырак». Они в разные стороны тянут. Регионы бесконтрольно, с бюджетными деньгами развивают спорт на местах. Вот не все, конечно, но большинство. Есть и области, о которых можно ставить примеры. И также в федерациях. Мы это спортсмены, наивные люди. Думаем, вот человек с деньгами, он придет, он поможет деньгами. А иногда получается наоборот. Мы тренера, специалисты спорта, оказываемся в ролях подрушаек. Это много лет продолжается, да? Это постоянно продолжается, да. И я сильно переживаю. Я как спортсмен, как тренер все это прошел, как функционер, руководитель этой отрасли. Я прошел все это, я наизусть знаю, как пять пальцев. А то, что у нас Министерство культуры и спорта, как вы думаете, нормально или нет? Ну, это уже несколько раз было в практике, в жизни нашей. Почему вообще вот эти две разные отрасли? Я на себе не оправдал, но до сих пор мы на те же грабли и наступаем. У культуры есть свои проблемы, у спорта свои проблемы есть. Конечно, те люди, которые пришли до этого в спорт, последний Доврей Набаев, до этого, уважаемый, кто-то был, Арстамбек Мухаммедеев, да. Они хорошие люди, хорошие специалисты, может, в других отраслях. Но они для спорта что-то сделали полезное? Они старались, но... Но вот можете сказать, что вот этот министр, вот он сделал вот это? Вот этот молодец, красавчик, вот сделал вот это? Пока ничего не могу сказать. Ну и в регионах тоже подход такой со стороны многих хакимов. Назначают тех людей, которые не понимают, что такое спорт. А что нужно сделать для того, чтобы в регионах были спортивные школы, спортивные секции, да? Чтобы вообще спорт был таким трендом? Нет. Вы не думайте, мы вчерашним днем не живем. Сегодня государство построило большое количество спортивных площадок, спортивных комплексов, дворцов. И этого хватает добра. С бюджета выделяются огромные деньги. Просто бесконтрольность. Направление не так, которое там иногда берут эти начальники управления спорта или там кураторы, которые в виде замок кема курируют спорт. А кто должен возглавлять управление спорта в регионах, например? Это должен быть бывший тренер, бывший призер олимпийских игр, да? То есть я видела, что Илья Алин, например, ездил там в Казаларде, был, например, там работал. Серик Сапиев работал в Министерстве спорта. Это как-то помогает? Каждый свою роль должны выполнять. Тренер, он должен детей тренировать, готовить. Они ходить там по прощанию, деньги просить там. Или там платить дань за то, что ему выделяют деньги на поездку на республиканские международные соревнования. Вот такого не должно быть. Им должны перед тем, как с них мы потребовать медаль, дай медаль. Как он даст, если мы ему условия не создаем? Откуда медали появятся? Вы же говорите, государство выделяет деньги. Да. Просто усилить надо контроль. То есть вы предлагаете контролировать все деньги, которые выделяются на спорт? И спрашивать со спортивных функционеров? Нет, так нельзя говорить, только однобоко финансы контролировать. Нет, работу контролируют полностью. Это управление, например, управление спорта одной области. Она, начиная от деревень, района, центра и в конце области, они занимаются развитием этого вида спорта. Например, северный Казахстан. Летние виды спорта практически этим не занимаются, развитием. Или там западно-казахстанской области. Ахтау, Атрау. Вот такие моменты есть. Потому что 20 регионов, 20 регионов, да? Если там шатка-валка, один развивает, другой не развивает, откуда будет? У нас есть принятые министерства то, что приоритетные виды спорта, которые прославляют Казахстан на Олимпийский уровень. Вот вы сидите, болельщики, например, блин, где наши боксеры, где наши борцы или велосипедисты? Вы сидите, думаете, а когда регионы все по-разному, которые подчиняются в рот Акима смотрят, подчиняются Акиму, министерство второстепенное, потому что Аким из Акима, Аким его и назначил. И тогда вот начальник управления, он может уже на министерство так сложить руки посмотреть. Ну, потому что это не его руководство. Да, потому что он зависим от Акима. То есть вы предлагаете, чтобы все управления спорта относились напрямую к министерству спорта? Нет, сейчас вроде в законодательство норму ввели, вроде при назначении с министерством согласовываться, управления спорта, но они должны болеть душою за развитие спорта в регионе. Вот в Алматинской области есть один из тех наших спортсменов, лучших борецов, это Нурбах Тенксбаев. Он вот, можно примером его поставить, его поставить в работе регионов. Как надо в регионах спорт развивать? Потому что один пришел, ушел, другой пришел. Там вот такие моменты, коррупция, там, воровство. Вот с этим моментом надо бороться и частенько их вытягивать надо. Министерство должно отправлять, командировать группу специалистов для проверки одной региона, например. Приехали, посмотрели, как развивается массовый вид спорта, как развивается спорт высших достижений, там, национальный и олимпийский виды спорта, там, технические виды спорта, встречу организовывать в аудитории с тренерами, ведущими регионов, со спортсменами, залы обходить надо, проверять календарный план ихний, и потом уже их вытягивать на коллегию, там с ними разбираться. Ну вот для людей, для зрителей, сейчас, я думаю, это просто открытие, что у нас министерство спорта, оно отдельно, управление спортом отдельно, и получается, у нас нет вот этой связи, да? Ну, сейчас пришел новый министр, молодой, энергичный, я надеюсь, он, наверное, выправит. Если надо, советы, я всегда ему помогу советами, да. Уже помогали? Нет еще. Вот я только поздравил его с телефоном. И хотел бы сказать, всегда, я могу подсказать это, но пока регионы не будет достойно развивать вид спорта, на таких соревнованиях, как Олимпийские игры, которые игры четырехлетия, таких сильных достижений не будет у нас. Вы на Олимпийские игры ездили еще в советское время, и, ну, лучше всех, наверное, разбираете в спорте и знаете, что нужно для того, чтобы у нас было больше чемпионов, да? Вот за 15 лет вашего отсутствия на госслужбе, как часто к вам звонили с министерства спорта за советом? Болельщиков у меня очень много, которые переживают за меня, спрашивают, да улется, ну, кашанку еду, ну, когда тебя назначат, там, министром спорта? Вот таких друзей у меня много, там, звонят со всех республик, знают, что я этим живу, спортом. Вот, все-таки, хоть и бизнесом занимаюсь, у меня голова там. Вот, но хотел сказать то, что вот этот новый министр, который пришел, я думаю, порядок наведет, наверное. А то вот я в федерацию, руководительной федерации стал, вот, мы защищаем бюджет, там, просим, это как будто ты себе просишь. Я говорю, ребята, говорю, вы должны, вы должны условия создавать. Например, 10 категорий у нас есть в борьбе, далеко не буду ходить. И в каждой категории, например, есть лидеры. Вот, 10 категорий, они, ну, там, первым, вторым номером на 20 человек денег дают. Ну, тренируйтесь, говорят. В видах единоборств, в борьбе, например, у нас есть положение в стойке, в партре. И там же, вот, например, кто-то физически сильный, кто-то функционально мощный, кто-то там в партре на борьбе сильный, кто-то в стойке сильный. Под них надо несколько соперников. Это называется спарринг-партнерой. И нужны там, например, в каждом весе где-то 6-7 человек минимум должны научить тренироваться. Остальные деньги, говорят, регионы, говорят, вам дадут, говорят, они будут командировать тех борцов, говорят. Потом наши тренера, начальники команды, гостренера бегают, регионы письма пишут. Просим отправить на сбор такого-то, такого-то, Турлухана, там, еще кого-то там. Они говорят, нет у нас денег. И вот так мы как у разбитого корыта сидим, без парень-партнеров, этого нельзя. Борьба там, в захвате борешься, обнимаешься, там, силу его чувствуешь, его там мощи функциональные чувствуешь, там, взрывные качества, быстроту чувствуешь. И вот так мы сегодня перебиваемся. Ну, будем надеяться, что вручнем. Созданный областный центр Олимпийской подвык, республиканский, там куча ребят, ведущих с регионов, там, юноши, молодежь там числится. Ну, опять же, где, чего они, не пойму. Ну, вы за 15 лет помогали спортсменам? Вот когда тренеры просят, отправьте регионы, говорят, у нас нет денег, да? Потом они могли прийти к вам и сказать, Дмитрий Бладович, дайте нам денег. Я много помогал, да, спортсменам. И тренерам помогал, и спортсменам, там, ветеранам, там. Помогали в чем? Это поездки? Это поездки, да, это, значит, по семье, когда там, получается, там, случаи, там, дежурные. Вот, я постоянно помогаю. Помогаем во время пандемии, например, помогали, там, восьми районам, там, малоимущим семьям, там, у нас на Востоке. Вот, школа открывается, автобусы дарим, там, например, завод построили от имени завода, там, 10 тракторов многодетным семьям, которые имеют фермерское хозяйство, там. А десятилетия Астаны было, там, автобусы мы помогли, там. Вот таких мы по адресу занимаемся, постоянно предпринимательской деятельностью. И сейчас мы, я со своими партнерами из Китая тоже постоянно говорю, это сложный такой социальный регион, Казахстанской области, и мы должны помогать местам населения. И мы просто, вот, во время пандемии, там, у района около 300 гаджетов, или как там, ноутбуков подарили. И она продолжается постоянно. Для инвалидов, там, специальные, это, микроавтобусы, там. А как вам вообще в бизнесе? Нравится? Я с деньгами обращаться сильно не умею. Они как вот приходят, так и уходят. Здесь вы заработали, спортсменам отдали, да? Ну, с годами, я честно скажу, я, вот в этом году у меня есть 60 будет, я в годами не хочу зависеть ни от кого. У меня пенсия, например, сейчас, говорят, 70 тысяч было, сейчас вроде надо до 130 подняли. Я как-то там заслужил мастер-спорт Советского Союза, там, пенсионер, заслужил тренинг. Да, 130 тысяч, да. Будучи призером Олимпийских игр, 130 тысяч тенге? 130 тысяч тенге, да. Я, у меня принципы такие, независимо от кого. Вот завтра я, возраст у меня будет, пенсионный, там, 65, если даже 70 лет. Я хочу, например, сарагач поехать, воду попить, там, потиснуться, походить, там. Я же у детей же не буду спрашивать деньги, потому что я принципиально такой. Ну, у вас семеро детей, можно на кого-то из них понадеяться? Первую очередь, пусть они сами себе обеспечат. Я им так говорю всем. Вот я вам помог, там, стартовый капитал, образование дал, воспитание дал. Все, сами дальше двигайтесь. Я чуть-чуть строг с детьми. Ну, вот, недавно все равно произошел неприятный инцидент, где вы повели себя, ну, достойно, потому что вы говорите, ему 18 лет, он сам отвечает за свои поступки. Но, как отцу, мне кажется, вам наверняка было больно. Ну, ему не 18, ему, он 2003 года рождения, да. Ну, он со своей девчонкой пошел в ночной клуб, это было в районе 12, как я понял, и инцидент получился. Ну, здесь одно, ну, то, что он сын Турлуханова. Из-за этого такой переполох, если он там таксиста был бы сыном, или там, или шофера, там, автобуса, там, был бы, вот такой вот шумихи не было. Ну, я, конечно, не одобряю то, чтобы он общественном месте дрался, там, показывал силы, там, это, с кулаки, там. Я не одобряю, он меня и так получил, вот, за это. Вот, я говорю, почему ты подводишь, там, это все, как у Жах Сакала, я ему говорю. Он говорит, он сам туда-сюда. Я говорю, ладно, вот, сам он сам, теперь пусть разбирается с следственными органами. Вы говорите, что сын получил. То есть он получил в тот же день или когда вы узнали? Когда узнал. Они-то скрывают, молодежь. Мы тоже дрались. Все пацаны, по-моему, все бывают же. Но из этого раздувать то, что отец плохой, отец такой, там. Таких патриотов, как я, мало, пусть найдут таких патриотов. Конечно, я хочу быть, чтобы казахская молодежь сильная была. Но у вас все дети в спорте, да? То есть ваш сын, который подрался, он тоже борец? Он джидо занимается, да. Ну, не все. Старший сын работает тренером. Тренером. Тренирует молодежь в Алма-Ате. Второй сын на госслужбе работает. Тоже спортом занимался, борьба джидо. Сейчас уже полностью перешел на госслужбу, да. Вот этот младший сын, он... Папа говорит, я буду теперь сегодня все вести. Никаких больше у меня таких инцидентов не будет. Говорит, обещает. Урок на всю жизнь, да? Обещает тогда. А дочери? Старшая дочка дома с двумя детьми. Там двое внуков у меня. Вот она закончила евразийский университет здесь. Потом в Америке отучилась. Сын уже внук, там 16 лет внук. Футболом занимается. Дочка в саде ходит, внучка. Потом, значит, младшая дочка закончила в Швейцарии. Сейчас здесь работает в компании Казэкспо. Она говорит, папа, я сама устроюсь. Не мешай мне, не учи. Я говорю, хорошо. Я сама устроился и готовит вот эти республиканские мероприятия большого масштаба с участием президента. Я думаю, дети все самостоятельно должны быть. Мы тоже, например, я с большой семьей, у нас 10 детей было самостоятельно. Ну, времена, конечно, другие были, наши времена. Но я знаю одно и говорю своим детям и другим нашим болельщикам, той аудитории, которой я встречаюсь. Все успехи, все победы приходят через труд и пот. Больше никак. Но это ваши родители все-таки вас так, скажем, мотивировали, да? Отец. Отец, да? Отец у меня в 1956 году закончил в Алматы Казахский институт физической культуры, Казэфэка. И тогда программа была дипломирована специалистами деревни. Ну, чтобы поднять деревню по своей специальности образование, в том числе спорт. И отец поехал работать, как диплом получил, поехал работать в село Урджарске, это Семипалатские области бывшие. И там он начал, и один из свободных дней он встретился со своим другом. И смотрит там, девушка там, оказывается, сестренка друга. И вот так он... Морзиапа. Чувства, да. Мне кажется, что вот Морзиапа, она была, ну, наверное, такой знаковой женщиной для всего клана Толл-Клана. Вот смотрите, интересная судьба, да? Вот две дедушки. Это значит, дедушка по линии отца в 1937 году, его забирали как врага народа. Дедушка, отец, значит, моей мамы, в 1937 году получил орден трудового красного знамени. Две судьбы, два человека, две разные судьбы, видите как. Я благодарен маме, что во мне человеческие вот эти качества развела. И отцу спасибо, что он нас строгости воспитывал, и то, что все за счет труда, чтобы достигали. И он всегда говорил, чужого не брать. Вот такими этим мы, собственно, росли. А кто был локомотивом среди детей? Вы были? Нет, Хайрат старший брат был, конечно, старший он был. Он нас и наказывать мог, пожурить. Мы его слушали все. Жаль, что он так рано ушел, я думал, что он еще будет жить. Он очень рано ушел, 61 неполных. Он работал в системе государственной службы. Был Акимом семьи. Акимом города Семея участвовал в строительстве вот этого моста через Иртыщу. Японского, да? Да, японский проект. Это единственный, по-моему, навесной мост в Казахстане. Тогда Марсанавич Назарбаев сам был на открытии. И хотел бы сказать, да, от семьи много зависит от родителей. Ну, мама, например, там сама в последствии говорила, что школа недалеко была от дома. На переменах прибегала, там маленькая ребенка с груди, говорит, молоко течет, говорит, быстро накормила, говорит, и снова побежала уроки проводить дальше. Конечно, их нету, но иногда думаешь, почему я так не сделал с родителями, почему не так сделал, почему не слушался. Или там, и мы, нам кажется, да, людям, что наши родители живут вечно. Ну, к сожалению, это не так. Всему свое время, отведенное время у каждого свое. И рано или поздно все мы уйдем с этой жизни. Но не все семьи становятся кланом, да? То есть вот у вас чувствуется такое единство. Стараемся, конечно, здесь примером была всегда мама, всегда нас объединяла. Вот зятьков нашей семьи, там, невесток нашей семьи, она сплачивает, куда, куда гила рта, там, всегда она старалась собирать. Она была центром притяжения, да? То есть это как было, каждую неделю, там, какое-то было правило, традиция. Она повод находила, повод находила, как бы их собрать. Она всегда там придумывала, хочешь, не хочешь, и все они приходили, отзывались хорошо на ее приглашение. И до сих пор все добрыми словами ее упоминают. Но так же собираетесь? Кто вас сейчас собирает, всех Турлухановых? Собираемся в доме у мамы, где живет один из моих младших братьев с невесткой, там, с самими детьми. Вот недавно тоже собирались, 16 февраля у мамы было день рождения. Все съездили на кладбище, к Инсай, где она похоронена с отцом. Молитву прочитали и собрались. Я как раз уезжал сюда. Какие у вас были отношения со старым Казахстаном? У меня такое ощущение, что вы там были в каком-то списке, в черном. Потому что 15 лет, вы могли за 15 лет принести очень много пользы на госслужбе, но вас не было. Ну, я в парламенте, вот, был представителем комитета и клаваниного пользования. В последствии по поручению президента я стал руководителем агентства. Через неполных год прошла работа моей в парламенте. Президент наградил меня медалью у Ирины Эмбегушин. Президент Назарбаев. Да, Штанавич Назарбаев. Он наградил меня, президент наградил меня орденом Курмет и также наградил орденом Парасад. И дал заслуженного деятеля Республики Казахстан. Всегда в этом моменте я благодарен нашему президенту. Хотел сказать, конечно, я в госслужбе хотел работать долгое время, но какую-то пропунку я почувствовал. И пришлось после этого, один раз я попросился на прием нашему президенту. И когда Назарбаев сказал, довлет, у тебя какая просьба? Назарбаев, уберите меня с черного списка, больше ничего не надо. Я вот так сказал. Убрали? Нет. Почему? Это загадка для меня. И вы тогда думали, что все, двери закрыты, и вы, в принципе, на госслужбе уже больше не появитесь, да? То есть там в большой политике. Да. Я голову не стал опускать. Начал заниматься общественными делами. Не только спорту помогать, но и региону там, с людьми общаться там, помогать там, благотворительностью заниматься. И у себя на родине, и в других регионах. Потому что руку нельзя было отпускать. Я не из той категории. Ну, судя по тому, что происходит сейчас, в Новом Казахстане вы в нормальном списке. Вы там в хорошем списке, потому что вы член НАЦК Рултая. Вы получили орден из рук президента Тукаева, да? Вы сейчас баллотируетесь в МЖИС. Да, я благодарен Хаслужу Маркемельевичу Тукаеву. Когда еще Хаслужу Маркемельевич был премьер-министром, я работал у него в подчинении. Руководителем агентства. И отношения у нас в это время хорошие были. И то, что я благодарен сегодня, оценили мои заслуги. И я был награжден орденом Барс. Интересный случай. Я вот за день до награждения орденом Барс, я получил с рук президента Кыргызстана данг. Орден данг Республики Кыргызстан. И на следующий день вылетел сюда и успел попасть на этот прием торжественный. И я там был награжден. Я благодарен этому человеку. И также я стал, благодаря Хаслужу Маркемельевичу, членом Крултая. Сегодня я партией Аманат по одномандатному кругу баллотируюсь в МЖИС парламента. Потому что я почувствовал уверенность, доверие большого человека. И хотел бы сказать, у меня большой жизненный опыт, большая жизненная практика не только в Казахстане и в Международной. Я вот очень много за границей общаюсь со своими партнерами. И по спорту я руководитель Азиатской Федерации Борьбы, член бюро Международной Федерации Борьбы. И благодаря спорту я имею большие знакомства. Раньше если в Европе в основном, а в постсоветских республиках, сегодня в Азиатском. Начиная с Китая, заканчивая Вьетнамом. Я правильно понимаю, что это все бывшие спортсмены, которые сейчас спортивные функционеры, да? Не только спортсмены, люди не только от спорта. Там есть и политики, есть и бизнесмены, есть предприниматели, есть разного уровня. Я был на приеме у президента Монголии. Срок получил тоже орден Монголии. Одним словом, у меня работа интересная там, да. Но почему я принял решение баллотироваться в Межрисе Депута? Хоть у меня 60 лет будет в этом году, если я себя пацаном чувствую, молодым. Ну вот примерно на какой возраст? На какой возраст? Конкретно? 30, 20, 25? Знаете, вот молодая и красивая девушка проходит. Мой взгляд. Молодая, это до полу возраста. Значит, я живу. Значит, я живу. Хороший тест. Да. И хотел бы сказать то, что у меня богатый опыт жизненный. Сегодня меня волнует больше подрастающее наше поколение. Мы должны свои ценности не забывать. Я хочу, чтобы Казахстан был сильным. У нас тем более огромный спортивный потенциал, да? Не, не только спортивный, не только о спорте. Я вообще говорю о молодежи. Молодежь представлена себя. Вот в событии в январе было, вы же сами увидели, что это случилось. Как оно случилось. И если пошли даже молодежи, они от незнания пошли. И хотел вот момент использовать нашему президенту сейчас нелегко. Внутренних, внешних тоже недоброжелательных врагов хватает. В этот момент я бы хотел быть полезным нашему президенту в реализации его стратегии, стратегии по светлому Казахстану, процветающему Казахстану. Я буду служить и готов служить. Ну вы, это же еще и армия борцов, которые пойдут за голову. Армия не только борцов. Я более тысячи рабочих мест создал для людей. У них семьи есть, родные, близкие есть. И, конечно же, армия спортсменов, в том числе и тренеров. И сейчас Казахстану нелегко. Сейчас общий доступ в соцсетях. Кому попало, что пишет. Один что-то не то написал. Я говорю, давай на дебаты выйдем. Нашли его, там все. Он отказался. Извините, говорит, я... На дебаты это какие интересы? Вот. Разные дебаты бывают, знаете. С вами на дебаты никто не захочет выходить. Потому что это оскорбительно. Не зная человека, нельзя писать. Если был бы в возрасте, он рядом ходил бы, видел мои минусы. Это тогда другое дело. Ну разве вы не обросли вот этим иммунитетом, вот этой толстой кожей? Например, вот вы мне вопрос задали по инциденту сына. Да, я хоть и авторитетный, уважаемый человек, я написал в соцсетях, что за недостойное поведение сына я извиняюсь. А так он самостоятельно, он сам решает, что делать. И теперь я хотел бы сказать, да, вот касательно нашей молодежи, нашего общества. Я хочу, чтобы сильное общество было. Мы сейчас ценности потеряли совсем, на другое разменяли. На что? Ну как на что? На деньги. К сожалению, так. Это, видимо, окружение наше, жизнь наша такая стала. То есть все стало материальным, да? Материальным, да. К сожалению, есть такое. Это обидно, да. И я сегодня хочу свою возможность использовать в деле воспитания нашей молодежи. Вот, как уже я лякаться, я взрослым уже становлюсь. Уже вот поэтапно мы подходим к карьерному финишу, жизненному финишу. Но если вдруг вы не пройдете, что тогда? Дальше буду жить. Я же не должен, вот я не прошел, все там. Я сегодня в вашей студии, да. Вот я сейчас запишу адреса телефона ваши. И мы, думаю, вместе будем решать многие проблемы. Не только в этих двух районах, откуда я избираюсь. По Казахстану есть проблемы, их много. А вы готовы, например, вот став депутатом, дать свой номер телефона, ватсап, да? Чтобы каждый, у кого появится какая-то проблема, мог написать. Ой, Булач, у меня такая проблема. Помогите решить. У меня уже в этом предвыборной буклетках выпущены. Там телефоны все есть. Как это? Ну это прям ваш личный? Я просто личный ваша еле как нашла. Нет, я... Там у меня сидит человек и все эти вопросы записывает. То есть вы сейчас готовы отдать 4 года своей жизни на то, чтобы служить? Да, да. Я думаю, много полезного сделаю. Я знаю все механизмы, как это можно эти болезненные вопросы решать. Один поле не воин. У казахов говорят... Это значит районные масляхаты, городские масляхаты. Аким города, Аким района. Мы совместно будем решать. Моя однопартица, амманатцыцы, министр финансов, выход на него, защита бюджета, обоснование ее. Для чего? Нехватка детских садов. Это все обоснуем. Нехватка школ. Тоже обоснуем. Почему 30 человек должны учиться в одном классе? Откуда образование будет? Вот вы, учительница математики, за 45 минут успеете вы со всеми учениками, 30 человеком переговорить? Это минуту там быстро поднял, посадил. Нехватка вот этих больниц. Вчера был в районе железнодорожного Акмолинского вагностроительного завода. Там мы стояли минут 20 на переезде. Там куча машин, переезд. Там мост, она просится, чтобы через эту железнодорогу мост построить. А что у нас Казахстан-то? Мощь хорошую имеет финансовая. И вот такие проблемы будем решать не только в Астане, но и по всему Казахстану. Переедете в Астану снова, если станете депутатом? У меня дом шевет здесь. Семья тоже переезжает сюда? Обязательно. И снова 4 года в Астане. Да, с вашей молитвой станем депутатом. Нет, вы знаете, из Алматы теплое и комфортное переезжать в холодную столицу. Ради дела. Да, ради дела. Сейчас, знаете, времена такие, много вопросов надо коллективно, осознанно решать. Не только в наших двух районах, которые имеют проблемы в Казахстане, в других областях, в других районах, в центрах имеются такие проблемные моменты. И здесь не надо будет дорожить народ. Это, соответственно, надо подходить, создавать комиссии. Конечно, с Акиматом понимание надо решать вот такие вопросы. Нерешаемых вопросов, я думаю, нет. И главная цель, чтобы у нас в Казахстане не было раздора, не было вот этих атак, диванных там этих, как его, критиков, блогеров. Вот этого не хочется, и спокойно жить надо. И законы надо принимать против тех, которые необоснованно что-то пишут, их наказывать надо в соцсетях. Не буду спрашивать, как, по вашей версии. Ну, законов. Вот, как заслуженного тренера хочу спросить. Вот у нас молодежь идет в спортивные школы, да? Затем, как правило, куда они идут? Значит, поэтапно, да. Кто спорт заканчивает со спортом или после школы. Кто-то идет по специализации, поступает на кафедру физвоститания, тренером становится, учителем физкультуры становится. Некоторые уходят в другие вузы, специальность меняет. Кто-то идет в силу хранителей, да, например? Ну, параллельно, параллельно, они получают другую специализацию. Они могут учиться полдня, полдня там потренироваться. Вот такие моменты. Я учился в Алматинском архитектурно-строительном институте, это сантехнический факультет, кафедра теплогооснабжения, вентиляция. То есть вы сантехник, получается, по образованию? Ну, это хороший специалист, теплогооснабжения, вентиляция. Нет, я вообще, я уважаю сантехников, они сейчас очень дорогие. Это сильный вуз был в то время. Вы могли бы быть очень крутым сантехником. Самым дорогим, может быть, в Казахстане. И не обязательно кто-то идет телохранителем или это. Просто какое их будущее ждет? После физкультурного института какое будущее? Телохранители берут тех ребят, которые физически, функционально сильные, которые имеют там приемы восточных единоборств, которые не только там имеют вот эти приемы, которые головой соображают, дружат, которые быстрые. А вы не думали открыть такое агентство? Нет. Никогда не думали? Хорошие предложения. Ну, агентство телохранителей Довлетов Тарлуханова. Хорошее предложение, да. Я вот как-то в одном интервью прочла, что вы прям обижались на моих коллег, журналистов, что почему, если какой-то криминал связывают именно с вами? Во время распада Советского Союза, вот, мне даже посчастливилось вытаскивать из заложников наших казахстанцев у чеченцев в Москве. Вот такие моменты были. Ну и были моменты, когда моих друзей обижали. Приходилось, звонит мой товарищ, говорит, вот, пришли, вот так вот так. Ну, как, знаете, знаете, как это делается. В 90-е годы, да? Да. И приходилось заступаться. Но факт есть факт, таких-то моментов никогда не было, что у кого-то мы что-то отбирали, там, забирали, там, кого-то обижали. Такого не было. Но в 90-е Тарлухановых боялись? Ну и сейчас молодежи иногда надо будет воспитать, воспитываем, да. Когда они уже чрезмерно за границу выходят. А что вы можете сделать? Поговорить, вот так посадить. Ты, пацан, что ты делаешь, ты же не прав. Почему ты так делаешь? Против тебя сила тоже есть, так что успокойся. А во время январских событий вы как-то пытались остановить эту молодежь? У вас все-таки тоже соратников много. Ну, в это время пикло лезть, это было бесполезно, потому что там с самого разгара, особенно это в Алма-Ате было. Но мы активистов около тысячи человек собрали. Это борцы в основном, да? Не только борцы, не только борцы, да. И молодежь, и коллеги там. И хотел сказать, это для нас большой урок. Поэтому наше правительство должно усилить работу по работе с молодежью. Идеологическую работу надо вести и так далее. Во время Совета Союза почему был этот комсомолец, пионер там, октябренок. Даже не просто так все. Вот в этом нам надо большую работу делать. Педагоги должны принимать активное участие. Это для нас урок то, что мы должны предотвратить такого в будущем. Не должно быть у нас в будущем такого. Для этого мы должны и с юношами работать, и с молодежью работать. И побольше внимания уделять не только там, а в другие отрасли. Ролевые модели тоже нужны для молодежи? Модели нужны, да. Есть на кого ориентироваться. Есть наши чемпионы, есть наши люди из другой отрасли, ведущие там культуры и так далее. И побольше в регионах особенно, в районных центрах, областных центрах, начиная этого. Сегодня молодежное движение у нас было, оно потухло. Работы я не вижу. Хочешь, не хочешь, молодежи надо работать, потому что это завтрашнее будущее нашего Казахстана. В этом году вам 60 лет. Будете отмечать свой юбилей? Пока не думал. Будете приглашать всех спортсменов со всех стран? Ну, если я их приглашу, вас обязательно приглашу. Ну, я 50 лет хорошо отметил, когда и все наши сборные команды «Союз» собрались, тренера, ветераны наши. Здорово, и друзья показаны. Я два это поделал. Ну, сейчас друзья мои предлагают фильм снять. Ну, я думаю, пока еще не решился, хороший фильм снять, чтобы можно было это показать. Художественные или документальные? Художественные. Ну, я старался всегда нашу марку держать, казахстанскую, везде. И до сегодняшнего я держу. Буду надеяться, буду надеяться на светлое будущее нашей страны. Я хочу, чтобы наши дети жили достойно в новом Казахстане. Спасибо большое. Я желаю вам удачи и возвращения в Астану.